Вот, и у нас начинается противостояние на первой карте, а первая карта должна быть у нас Ancient, да? Там просто кто-то ругается, что у Ends уже слот World Final! Слот World Final, да, но Blast Premier Fall Final Ends нет! А там 425 тысяч призовой! Что вы кричите-то? World Final это одно! А вот еще один перед World Final, финал осенний, это совершенно другое. Поехали! Ну, пока что пистолетка заканчивается тем, что есть уже парочка хэдшотов от команды Ends. Можно, наверное, вас немножко познакомить с игроками команды Alliance. А это именно Boden Master, который играл долгое время в составе Lil Mix. После этого вроде бы как отправился в Америку. Также можно отметить Twist, который играл в команде NIP. 100% я это помню. Ну, мистер Робин играл в тысячи всяких шведских миксов. И также мистер Плесен, который у нас наконец-то доехал до пиродин турнира. У него, наверное, карт на ХЛТВ по тысячу точно. Ну и мистер Авид, это молодой никнейм достаточно, я его до этого не сезрел. Остается он как раз-таки 1 в 3 на защите точки B. Ну, я думаю, что здесь с ним расправиться. Интересно, кстати, Авид или Авид? Ну, ты как? Я, Алексей, обычно доверяю твоему дикторскому чутью, как лучше и как хотелось бы. Слушай, ну знаешь, мы Сьюхи его называли, а он Шьюи, получается. Я вообще-то Авид. Авид, думаешь? Я не знаю. 1-11 на Энс, 5-9 на Альянс от нашего титульного партнера Пари. Не забывайте про кэшбэк, это новая акция. Чтобы кэшбэк этот забрать, вам нужно поставить на фаворит в матче, то есть на свою команду, да. И если она выигрывает свой пик, но проигрывает игру в целом, то вам возвращается кэшбэк с этой ставки. Подробно можете изучить акцию в описании под трансляцией. Дыха уже находит у нас твистца, падает первый игрок атаки. А вообще, если честно, не привычно видеть логотип Альянс в CS GO. Ну, в CS. Есть такое привычнее видеть друида и медведя? Ну, это другая история. Ну что, видим мы, что команда Альянс форсит. Видим мы также фраг в ответ у нас, предыдущий от Боденмастера. И сейчас потихоньку у нас трое игроков команды Альянса сосредоточены ближе к Понщику. Начинают они разыгрывать смог, который лежит перед Нердсом. Ну, сейчас здесь произойдет ключевое событие в этом раунде. После недочеки, это падает от Нердса. Также Робин не смог перестрелять здесь Нердса. И браво, браво, Нердс. И Авид остается 1-4. Кстати, чат предположил, что он еще и Эйвид. А, точно, это же Дыха. Но для меня это Дуча, извините, всю жизнь. Да, тут уж Бумбла, да, Бумбле. Поэтому тут, конечно, извините. Иногда... Не, я буду стараться. Я буду стараться, прежде всего, говорить оптимально. Правильно, ребят, там всегда, ну, у всех по-разному. Потому что уже куча раз у нас расходились догадки с истинной действительностью. А здесь Нердса все-таки не загоняют. Альянс, Снаппи, также помогает своему напарнику. И это Эко все-таки уйдет в сторону Н, скорее всего, и поведут они 3-0. Мамокот в чате от Ландерлога появится совсем скоро. Активируйте его в своем паре пасс. И не забывайте, что количество активаций ограничено. Всего лишь 100. Поэтому самые быстрые пальчики в чате получат бонус. А у нас здесь пока затишье перед выстрелом от Снаппи. Ужа не получается. Плохо кому-то стало. У нас 3-0. 3-0. Очень интересно, зевнул парень. Можно клип, пожалуйста, мне скиньте потом. У нас 3-0 и полноценный бай команды Альянс. Есть АВИК, есть 4 АК. Плюс по раскатке все хорошо. И до свидания, бодмастер падает уже. Санпояс автор этого килла. И у нас 5-4. 5-4. И видим мы активное действие от Мадена. Решил он выбежать прям с дуги и кинуть смог в ворота. Закончилось это грустно для него. Но мы видим, что команда Альянс получает для себя Белоби. Возможно, здесь они как раз-таки будут заканчивать раунд. И первый, кто встретится с противостоянием, это Снаппи, которого зашивают смог. Успевает он Плессону дать минус 63. Ну, как-то агрессивно начали чуть-чуть подыгрывать, нет, Энс? Ну, чуть забегались. Да, такие, ребят, да ладно, я пойду там посмотрю. Ну, давай, посмотри. Ну, вот посмотрели. И уже двух бойцов потеряли. И Мад падает. И Снаппи уже остался неудел в этом раунде. И это могут быть проблемы, в принципе, для этого раунда. Но Санпояс до свидас. До свидас, действительно. Но там есть еще мистер Дыха и Нерц, которые будут пытаться не пустить команду Альянс на точку Б. Но мы видим, что они делают фантастическую кульбитную перетяжку под точку А. И это сейв для команды Энс. В первом байе они терпят поражение. И это, скорее всего, 1-3 в этом невероятном противостоянии. На карте Дэншит. Спасибо большое, Вандерлок. Но у нас первый раунд есть. Это уже интересно. Но, опять же, именно команда Альянс выбрала у нас карту Эншит. Поэтому тут, наверное, нужно максимально включаться им, максимально показывать и удивлять. У нас Маппик, на самом деле, идентичный предыдущей игре. По крайней мере, первые две карты. Я не помню, какая там третья только была. Да, тут третья карта тоже уже не вспомню, какая была, но чатик сейчас напишет, скорее всего. Но так, да, снова посмотрим Эншин, снова посмотрим Вертига. А уже после этого будем смотреть. Третье противостояние на сегодня. Ну, а что там будет? Там оверпасс, говорят. Хорошо. Ну, почти, как говорится. Да. Я вообще подумал в момент, что он может быть полный. Тренером был в какой-то момент. Но обратно свичнулся на роль игрока. Ну что, пятый раунд. И... Прибет. 3000 рублей по промокоду Бластов. Нашего титульного партнера. Парибанер находится в описании по трансляции. Не забывайте, друзья, у нас Нердс уже находится на девяти. Подгорает. Правда, Эйвит с ним не справляется. Плесс на размене. И сейчас ситуация становится 4 в 4. Пока для одних и других шансов этот раунд сохраняется. Да, прокидываю здесь Нердсу молик. Но этот молик не будет его каким-либо образом напрягать и задевать. Пяточки останутся в целости и сохранности. Ситуация 4 в 4 сохраняется. Нердс решил, раз дают возможность уйти, лучше отойду. Поменяю позиционку. И продолжу отыгрывать этот раунд с другой стороны. Нет, я вас чуть-чуть обманул. Не был он никогда тренером, потому что есть еще один твист-тренер. Этот парень всю жизнь был на роли игрока. И, видимо, что у него есть и Fnatic, и NAB, и GodSend. Так что, в целом, будем ожидать от него очень неплохого перформанса. Также, как и сказал Алексей, у нас в раунде временный паритет по количеству игроков. И также можно заметить, что игроки команды Альянс готовят у нас выход под точку B. А здесь кто у нас из парней из команды Альянс? Не особо могу различить их лица. Вот беты имеешь в виду? Да. Там сам пояс находится, и там находится Майден. Майден именно, Кристалл Майден именно. А вот как мы будем с Маденом работать? Ну, он, по-моему, Маден, он не Майден. Он Маден. Ну что, бомба установлена. Видим мы, что это ретейк для команды Альянс. И под флешку Нердс все-таки убивает бомбан-мастера, который ставил бомбу. И сейчас, я думаю, проблемы будут уже с другой стороны у команды Альянс. Дыха сносит листа. Есть хэшот от Плессона. Падает он от Мадена. И 1-3 остается Мистер Робин. И я думаю, что у них в целом... А именно у команды Альянс... Ну, кстати, шанс на прошив был, но за текстурой бомба стоит. Если смотреть на его аватарку, больше вспоминаешь оттуда. Плессон больше всю жизнь, наверное, играл где-то в Тир-3 коллективе, да? Ну да. Ну вот, там с двумя братьями он там играл. А ты помнишь их никнейм? Если скажешь одного... Фредди Фрок первый, а второй... А второй... Релакс, расслабься. Да. Два таких клона, я их обожал прям. Два хоккеиста огромных. Просто вот так. Я одно время, когда комментировал очень много Тир-3 матчей, вот они очень часто мне попадали. И Фредди Фрок, и Релакса, и Плессон. Было дело. А было ли дело в Кеве у Снайп? Было, действительно. Плессон его переигрывает. И сейчас проблема у команды Альянс. И нет информации по твисту, который находится под девяткой. И я думаю, что... Нерс-то его не проверит. Да, падает он от твиста, но Дыха на размене помогает своему напарнику для того, чтобы удержать мидл. Но, видимо, что игроки команды Альянс не торопятся перемещаться. И в очередной раз Альянс идет на точку Б. Сейчас упадет Леонид Сенпояса. Нет, никто не падает в Киеве. И это... Слушай, Сенпояс пока как-то чуть-чуть... Вроде бы и 5-1, да? Но вот когда нам его показывают, что-то вот не летит у него с авика. Здесь потеряли бойцов. Как-то странновато Альянс сыграли. Как будто бы неопрятно, назовем это так. Один там умер, другой там. Одного там поймали. И вот тебе, пожалуйста, уже второй раунд для команды Альянс. Да, начало уверенное для Энс. Но и Альянс или Альянс, как хотите, не теряют, знаешь, так скажем, надежды. И свои раунды все-таки забирают. И забирают, причем уверенно. Потеряли только Твистса. У остальных без особых проблем все складывается. Ну, действительно, на неопрятных каких-то агрессиях от Альянс, которые они сами, конечно же, его выбор. Ну что, сейвит у нас Санпоидс и Маден, свои ганы. Быть таким же классным, крутым капитаном сейчас в команде героек. Ну вот, да, на данный момент посадили его на банку. Его не кикнули из состава. Он сидит на банке. А, то есть на банке? Ну, обычно не садят. Не сажают обратно, да? Просто так не... Из банки не встают? Из банки очень редко по каким-то действительно уважительным причинам, которые сразу озвучивают. Когда там... Ну, например, из-за болезни в B.I.G., помнишь? Ну, да. Вот были такие моменты, когда уходил, возвращался игрок. Ну, у нас у Давида была травма тоже. Да, поэтому вот такие моменты, я думаю, что могут вернуться. Ой, как он, кажется, стрелял хорошо на отходе. Могут вернуться, но не факт, что в этот раз. А то, что разошлись, ну, вот так бывает. Не будет в одной команде всю жизнь играть. Ну, официальная причина – разное мнение по поводу дальнейшей судьбы состава героек. А что это значит? Да что угодно, как будто бы. Ну что, Санпоюс у нас убивает листа. Но Снапи не смог удержать точку. Уэээ, Маден получает через смок. Остается 6 хп на попытке прошить свои вон. Из-за веон все-таки остается ни с чем. Нердс идет в спину. И это потенциально сейв для команды Энц. Или же? Это попытка. Или Альянс все-таки стали неожиданностью для... Да пока что рано говорить, Алексей. Первая половина, МР-16-15, там меня исправляли эксперты, извините. Длинная дистанция, чуть-чуть можно где-то потроллить, а потом можно и закрыть. Вот так. Посмотрим. Посмотрим. И узнаем. Вот он, Мастер, есть первый минус по Мадену. На браке идет минус по Дыхе. Эйвит, минус Снепи. Ну и все. Санпояс, Нердс вдвоем против целой команды Альянс. И, конечно же, здесь уже им не светит. Да, выходит... Ну что, контроль мида от команды Альянс. Был шанс здесь у Авида подцепить Нердса. Но ему это удается. Но Маден и Дыха закрывают мидл. И в лобби получается. Да, и получается, что на данный момент проблемки с самого начала раунда появляются у команды Альянс. Тут еще и Твист услышал, что подгорел Снепи, начинает нашивать через смок. Но Снепи остается здесь безнаказанным. Робин в это время начинает мутиться в окно. А тут разошлись, как в море, корабли. Теперь для Робина, кстати говоря, проблема здесь выживать. Дыха есть минус. Дыха. Ой-ой-ой, как Робин строго поставил по Дыхе. Но Мэйден моментально на размере. Но не вот он. А Боден Мастер, у которого был Авик. Решил свапнуть Девайс. И с Калашом попробовать сейчас каким-то образом отыграть. И получается, первый минус есть. Минус 64 дэмэджа по себе получает. И летит под базуат, дабы поставить каким-то образом пачку, возможно. Или есть время уйти назад. Время однозначно присутствует. И я думаю, что Боден как раз-таки и будет здесь сейчас крутить просто всю карту. И, возможно, у него будет шанс получить какой-то бесплатный килл. Я думаю, что ему это очень необходимо, потому что у него 36 хп. Но, как мы видим, этот таймер и это направление, которое он выбрал, для него пока что не супер выгодно выглядит. И сейчас... Ну, это невозможно Санпояса убить в этой ситуации, если он не будет смотреть в другую сторону. Снапи ближе находится к точке А. Ну, как будто Снапи не проигрывал. Да, да, это невозможно прочесть. Бам, требованный нашим регионом и нашим просмотром. Поэтому, скорее всего, не успел ты зацепить его. А у нас 10-й раунд и полный бай для команды Альянс. И даже, так сказать, не последний. 4,6 коэффициент на Альянс. 1,17 на команду Энс от нашего титульного партнера Пари. Не забывайте про кэшбэк 100% составок на Бласт. Условия очень простые. Вам нужно поставить на команду, в которую вы верите. Если они выигрывают свой пик, но проигрывают игру в целом, то вы получаете 100% кэшбэк составки. Пракцию прочитать можете по баннеру в описании. А у нас продолжается это противостояние. 10-й раунд. Есть игроки под А базой команды Альянс. И Дыха здесь сейчас может быть наказан на самом деле. Думаю, что будет наказан. Потому что попадает он в сложную ситуацию, но дает минус 70. Он все-таки по своему оппоненту СанПС добивает Плессона, который как раз-таки получил урон от Дыхи. Ну что, начинается у нас медленный зажим точки А. Снапи дает очень хороший хэдшот по Робину. И выгоняет команду Альянс под точку Б. А здесь мистер Снапи как раз-таки и мистер Маден. Уууу, Эйвит очень неплохо по Мэдену залетел на самом деле. А еще вот так вот. Поясненько сейчас на размине, но снова попадает мастер. Слушай, так мертвый раунд практически вытаскивает, как будто бы Альянс. Да, браво, Эйвит. Да, очень строго поставил. У него вообще 12 на 6 статистика. Мадена он вообще удалил прям. Прямо просто вырвал его с корнями. Но остается 1-2 у нас Нердс, который уже неоднократно выигрывал вообще страшные раунды. На самом деле, помнится мне против Кероек 1-4 на тикете. Заглядение. Экономический раунд от Альянс. Альянс и Ладус сейчас на данный момент испытывают проблемы. Эйвит может подфармить и еще свою статистику улучшить. Молик летит. Пояс открывается. Эйвит минус 2 от него. Плессен также подработал подыхи. Это ситуация 5 в 2. Маден и Нердс остаются вдвоем. Но у них только лишь Юспы. Здесь их смерть вопрос времени. Оп. Ой. Кусь, грызь, кусь, кусь. Но Мадену не удается забрать фраг, а также добыть ган для своей команды. Остается Нердс 1 в 5. Это 6 для команды Альянс. Если сейчас чудеса чудесные, чудеса невероятные произойдут, но это из разряда не то, что невозможного, а просто... Ну это... Им в целом-то хватит своих в 7. Но их надо взять. За Альянс, за моего отца, за Лордерон. Сгорел, молик. Не получилось подбодрить ребят из команды Альянс. Хотя Плессен, посмотри, есть минус под тыки. А там промутился Нердс. Отличная работа от него. А в это время под базы А уже Эйвит, который сейчас будет закрывать Мадена. И вот тебе, пожалуйста, ситуация 3 в 3. У-у-у! Тут прыжок в смог. Вот Нердса заканчивается тем, что Твист его перехватывает. Сложнейший односторонний редекс КТ для команды Альянс закончится, скорее всего, с сохранением девайсов для попытки выиграть следующий раунд. Или? Не, ну не будет никогда. Ну, снайпи идет. Возможно, они действительно будут пробовать. Не заметил он своего оппонента. Этот оппонент это Робин. Проигрывает он перестрелку против Демпла, Молотов. Нету китов. И это сейв для команды Альянс. И вот он, седьмой для Альянс. Слушай, ну это интересно. А почему так небрежно сыграли Альянс в этом раунде? Ну, они не то, что небрежны. Просто Альянс были разрознены по карте. Они играли дефолт. У них была попытка в миде. И на весь этот забив решили стянуться все Энс. А из-за того, что ты стягиваешься в одну точку, ты ослабляешь свои края или, соответственно, другие точки. Правильно? И в этот момент просто Авид немножко порандомил, что Санпаяс на Б. Давайте смотреть дальше. Пока 7-5. И это, кстати говоря, три раунда к ряду для команды Альянс. При том, что практически шесть к ряду. Там один раунд все-таки смогли Альянс в этом стрики взять. Но все равно хорошо. Прям очень хорошо. Твист здесь начинает путиться. Я, кстати говоря, пока 3-7. А вот уже и четвертый подоспел. Снаппи запушил. Хотел перестрелять здесь кого-то. В кейве немножечко побороться. Но не поборолся. Не вышло у него. И Твист остался в живых. Там полетела флешечка. Твист в позиции. Танцует просто Альянс в комнате. И пока что эти танцы ничем не закончились. Но Маден сейчас будет играть в смоке против двух игроков команды Альянс. И никто не смотрит в этот смок. Маден убивает Эви. Но Робин на моментальном размене. В меньшинстве у нас игроки команды Альянс. Также стоит отметить, что у Нердса 50 хп. Будет сложно здесь ему стопроцентно противостоять. Но Снаппи простреливает в смок. Плессона также Нердс в смок убивает своего оппонента. Два в три теперь в меньшинстве Альянс. Сейчас вынуждены они... А, тут вот такой фишечный. Фишечный. Меньше, потому что теперь смоки с руки добавлять намного проще. Потому что они просто как минимум больше. 14-й раунд. Полный бай у команды Альянс. Еще интересно, уменьшат ли время смока и молика. Уменьшили и так. Было же 25 секунд. Сделали точно меньше 20. Ну, есть у нас точные данные. Наверное, есть. Нет, там считали. Снаппи отлично находит Плессона. Будет мастер по Мейдану. Но сам пояс также на размине. И вот тебе уже 4 в 3. Чатик, кто читал новые показатели молика и смока, будьте добры в чат, пожалуйста. Если знаете. Если не сложно, создайте лобби. Посчитайте, посидите. Будет очень приятно, что вы для нас сделали действительно очень важную тему. Ну что? Снаппи падает от Эвида. И сейчас мы видим, что равенство на карте The Ancient происходит. В 14 раунде Нердс выигрывает перестиралку против Твиста. И теперь уже это равенство, вернее, превращается в меньшинство для Альянс. И здесь Снаппи. Пройти его будет максимально сложно. Есть первый шот по Эвида. 1-3 остается Робин. И это, скорее всего, седьмой для Энс. Про парипас не забываем, друзья. Выполняйте задания в парипасе, зарабатывайте парикоины, обменивайте их на скины. Кто тут вам или в Counter-Strike. Она находится в описании под трансляцией. Вообще, по поводу скинов, кстати говоря, ты заметил, что в CS 2 все скины выглядят красиво. Да-да. И именно из-за этого, как мне кажется, цена на скины упала. Она выросла. Упала. Скины дешевле стали. Ну, какие именно? Любые? Ну, вообще. В целом. Ну, дорогие скины растут в цене. Дорогие, ладно. А вот вообще скины в цене упали. Ну, наверное. Я не знаю, Алексей, причины. Я знаю пока причину того, что падает точка B. Потому что СНПС убил двоих. Но его на размене ловит Бодда. Но СНПС успокаивает все-таки снайпера команды Энс. А вид также роняет СНПС. Маду набивает. И стартует пистолетный раунд. Стартуем, как говорила Наталья. И говорим мы вам, друзья. Шестнадцатый раунд. Вторая пистолетка на ваших экранах. Робинс снимает позицию окна. Просматривает на коротких стрейфах мидл. Замечает одного из игроков. Решает не пикаться. А вот теперь уже можно. Твист на контакте тоже неплохо отработать. Покупанный Арцу. Решает отойти. И пока очень неплохо действует Альянс. Действительно неплохо. И решится все в первом размене. Есть Катшот от Виста. Два строжайших он отправляет в кончик. И в целом у команды Энс проблемы в пистолетном раунде. Потому что та самая бомза. Но в этот раз она не забыта на карте Дэншент. Она выбита. И полный обзор для команды Альянс как раз-таки и присутствует. Ну, будем смотреть. Два в пять. Я думаю, что Алексей это все-таки восьмой для стороны защиты. Видали мы всякое в этой игре. И один в пять, и два в пять. И какие-то невероятные раунды. Но не в этот раз. Здесь остается один лишь только Дыха. Не получился этот выход. На сплитов. Как я понимаю, хотели ребята зайти через штаны и через мидл. Но по итогу и там наказали, и тут наказали. И остался один только лишь Дыха. Которому здесь теперь нужно каким-то образом перестрелять пятерых. А как это сделать, непонятно. Лессон. Их такой нестрогий логотип. Сейчас уже больше к минимализму стремятся логотипы. И больше вот такие очень сильно выделяются. Ну не суть, потому что здесь на форс-раунде уже команда Энс теряет Мадена. Но они все-таки выполняют выход под точку Абума будет установлена. Снапис сносит Робина в темпле. И сейчас будет ретейк. А будет ли он сложный? Будет, потому что нету никого в пончике. Но девайсов нет к основных у команды Энс. Да, они пачку поставят. Да, это плюс экономика. В этом плане все хорошо. Но вот в плане того, чтобы попытаться каким-то образом сейчас забрать здесь остальных игроков команды Альянс, это вряд ли. Снапис вместе с Нердсом остаются вдвоем. Опа, шанс. Начинают нашивать. А там... А, подожди, там дефузит только кого. Одного закрыл. Второго закрыл. Но Лессон все-таки раздефузит. В следующем раунде мы видим полный бай для команды Энс. Но можно сказать, что у Снапи нету хорошего гана. И была хорошая попытка под Б у них, возможно, запикать раз. Его оппонент давит. Получает минус 60. А вы сейчас получите. Промокод в чате от Вандерлога. Активировать его нужно в своем паре пасс. Количество активации ограничено. Всего 100. Поэтому успевайте. Сколько я не шью вот этот вот угол в сторону Б, если честно, у меня до сих пор не получилось. Может, я попадаю, конечно, там в кого-то. Но убить вот никого. Там сложно достаточно убить. Надо даже в голову не сказать бы, что много урона проходит. Но с АВП действительно такие моменты бывали, когда происходит бабах, и там прям с той стороны сандали слетают. Ну что, есть у нас также две гитары. Есть АК-47 для Сампояса и также АК-47 для Нердса. И видим мы, что команда Энс не торопится сейчас особо занимать всю карту, потому что для них есть контроль в миде. И они делают потихоньку осады точки Б. И можно сказать, что у Авида, кстати, 42 хп, и хоть и трое игроков Альянс находятся как раз-таки под маленькой точкой, но я думаю, что проблемы у них будут присутствовать. Они одновременно два смока кинут. А, вот так. Ну ладно. 4 в 4. 30 секунд. Маден. На рампе. А тут Робин, кстати говоря, там перетяжка пошла. Робин ждет, но Робин падает. 4 в 3. И, правда, Бодден мастер вовремя успевает и перестреливает Санпояса. Поставить пачку. Это задача минимум. Задача максимум. Выиграть раунд, конечно же. Маден хорошо промутиться должен. Правда, Эйвид его ждет. И ты посмотри, что делает. Как он развернулся уже? Не слышал его. Бэм. Ну, просто подумал, что это возможно. А, просто подумал. Ну, а как это, Алексей, по-другому? У тебя есть какие-то другие объяснения? А есть ли у тебя объяснения, как Нердс просто разрывает двух своих оппонентов? Остается он против Авида, у которого 40 КП. Но Авида как раз-таки его и переигрывает. Бомба будет снята. Десятый для Альянс. И была по перетяжке. То есть, Робин видел двоих оппонентов. Бодден видел двоих оппонентов. Потому что он либо в Т-шке, в штанах. Либо он может идти в спину. И, в целом, это как бы имеет основания для того, чтобы повернуться. Но от этого надо всего играть. Ну что, контроль в миде для команды Альянс заканчивается тем, что они его получают. И два игрока команды Альянс будут сейчас драться с Нердсом. Робин падает твист на размене. И мы видим, что у команды Альянс пока что не сформировано никакое-либо направление. Наявит. Открывается на 9. Просматривает. Найдет. Проверит. Найдет. А вот тебе и пожалуйста. А Снэпи вообще в ту сторону не смотрел. Наверное, может быть, рассчитывал на своих тиммейтов, которые вот здесь вот стояли. И должны были посматривать в сторону Хэва. Ну, как-то так, да. Ну и тоже, знаешь, в открытую выйдет оппонент Скеева. И пойдет тебя, убьет вниз. На самом деле, это нонсенс плюс-минус в соло. Поэтому от Снэпи, скорее всего, от этого не играл. У Дыхи суперпозиция под точка А. Дочекает ли его Бодден? Дочекает. Падает у нас Дыха. И в меньшинстве остаются Энтс. Это, Павел, команда Алайенс. Алайенс. Не получилось, кстати, здесь перестрелять на паясо. И это шанс на постановку плента. Пачку-то он поставит. А вот раунд-то как тут ему выигрывать? Непонятно. Галил в руках. Но не получилось. Он закрывает Лессона, но Бодденмастер на размене. Это одиннадцатый. Да. Одиннадцатый для Альянс, как и сказал Алексей. И пока что Энтс не показывают позитивную прогрессию для того, чтобы... А также Алексей. Коэффициенты 2.0 на Альянс. 1.75 на Энтс от нашего партнера Пари. Не забывайте изучать новую акцию. Стопроцентный кэшбэк. В случае, если команда, на которую вы поставили, выигрывает свой пик, но проигрывает в целом Best of 3 противостояние. Смотри, что происходит. Произошло. Произошел... Подожди, как он тут оказался? Нерц. Он просто пропушил штаны и зашел в спид. Привет, говорит. На такую уверенность? Ну да. Курьезная ситуация. Боддена здесь прошивают, но Твист с Робином уравняют ситуацию для своей команды. Но у Боддена 1 хп остается после такого прострела. Нерц занимает суперключевую позицию. Находится он сейчас в темпле. И сейчас проблема у команды... Альянс однозначно присутствует. Робин падает на КТ-риспе. Бомбу несут игроки команды НС под точку А. И я думаю, что это девятый для них. В такой курьезной ситуации, я, если честно, пока смотрел на Алексея, чтобы он начал говорить, я смотрю, а почему-то плесень ходит под мужиками. Вот так вот снизу. И я вообще не понял, что происходит. Но достаточно курьезно это выглядело. Ну а когда они ходили, Павел? Правильно. Поэтому здесь, конечно, ситуация была интересная. Но там был смок. Сложновато было каким-то образом ему просто начать в него стрелять. Да, решил дождаться немножечко. Но там уже и дождался своей смерти. Бодден мастер и твист остаются вдвоем. И здесь, конечно же, твист будет делать фраг. Мадден падает. Сниппи. Мадден на размене. Песен. Падает от Маддена как раз-таки Робин на размене. Падает еще он после того, как попал по дучи. Ну что, ретейк. Ой, дучи, ну извините. Мистер Дыха. Твист на светлый. Пытается пострелять в сторону сайда. Ловит хаешечку оттуда. И как будто бы Бодден мастеру и твисту снова нужно пытаться сохранить свои девайсы. Потому что выбивать уже проблематично. Это десятый для команды Энс. Два раунда кряду забирают они. Правда, команда Алайнс-то у нас взяла четыре подряд. Там счет у нас был 8-7, кто не помнит в пользу Энс. После первой половины. Но у нас могут быть проблемки с деньгами. Так точно. У Альянс. Но мы видим, что вроде бы как команда Энс все-таки отправляется играть дефолт под точкой Б. Кстати, возможно будет какая-то активная попытка. Потому что они понимают, что выбитые ганы это игроки как раз-таки Б точки. И здесь, скорее всего, за сейвельных ганов. Ну, они могут быть здесь. Но шансов на это меньше. Санпаяс первый на Авид. Авид. Нет, не получается. Санпаяс автор этого Килан. Заход под Б базу. Здесь Дыха. Есть минус по Плессину. Ситуация уже 5-3. Дыха полетит туда Хае в сторону Робина. И Бэтмен ему здесь не поможет. Но только минус 17. Поэтому не страшно. Единственный минус в том, что нет армора. Есть только лишь один Юсп. И на этом все. Снова будет сейв. Три раунда подряд. Боденмастер и Твист сохраняют свои девайсы. И не теряют их. А вот раунды. А, подождите. Уже Боденмастеру не получается сохранить АВП. Это проблема. Здесь надо Нерца убивать. Забирать АВП. А дадут ли его засейвить? Как будто бы нет. Однозначно попытка не дать засейвить будет присутствовать. Но падает дыха. Здесь НПС. Есть пули убивают Мадена. Но мистер капитан. Есть фармган для Робина. Есть три длинные эмки. Одна короткая. Ну а у команды Энс все вроде бы неплохо. Да, не гигантская экономика. Да, тоже есть проблемы у некоторых игроков. Но деньги все равно на следующий раунд будут. Даже если этот будет проигрываться. НПС. Есть минус по Боденмастеру. Отличная работа от снайпера коллектива. Энселадос. И заход под базу А начинается. Робин будет отрабатывать спончика, если ему дадут это сделать. Также есть у него на хелпе твист. Который тоже попробует в нужное время, в нужный тайминг открыться. Но пока пачку никто не ставит. Ставит. Но снайпи падает в смог. Вот своего оппонента Дыха продолжает просто кошмарить темпл. Роняет он Авида. Получается как раз таки в темпле. И также от НРЦ есть размен по Ромину. И Дыха еще и добирает твиста. 1 в 4 остается у нас. Твиста, кстати, сказал тоже. Твиста. Извините, пожалуйста. Это другой твист. После остается... Их подозревают в разных деяниях. Начиная от 3-2-2 матчей, заканчивая Радархаком. Но мы утверждать об этом не будем. Это только предположение людей. А здесь... Эйвид все-таки закрывает снайпи. Есть первый фраг. Маден отличная хаешечка. От него размен. А дальше... А дальше еще и получается отыграть по Робину. Флэшечка во флэшечку. Бежит Боденмастер. Боденмастер. Его не остановите. Это 3 в 3. Но Плесса на 11. 11 и 1 ган берет Боден для своей команды. И также мы видим, что у твиста очень хорошая позиция. Но Нерц получает точку А. Но получает он ее из пончика. Сейчас твист, возможно, будет ловить перетяжку. Будем смотреть, сколько оппонентов он сможет убить. А не сколько. Потому что здесь мистер Дуча, я бы хотел сказать. Но это, конечно же, дыха. Нерц получает суперпозицию. Бомба под точку А будет установлена. Сейвят для себя ганы. Игроки команды Альянса. И это 13-й для Энс. 13-й для Энс. Ну вот так вот. 5 раундов к ряду забирают они. Счет был 11-8, напомню я вам. Вообще, как будто бы в моменте для Альянс проблем не было. Но потом Энс вспомнили, где мышка, где главиатура. Монитор нужно включить. И после этого раунд за раундом начинают набирать. Да ладно, это хорошая дистанция для него была. Просто чуть не пошла. Просто, ну, как вы знаешь, по итогу же... Вот я вообще считаю, что разгромный счет это 16-12. На самом-то деле. То есть представь, ты переиграл команду оппонента почти на 2 бая. Это очень много, на самом деле. Поэтому, когда происходит... Я безумно уважаю и думаю, что вы тоже можете быть правы. 25-й раунд, Алексей. Посмотри на Эйведа. 24 на 16 настрелял этот парень, на самом деле. Два фраг лидера у нас на карте. Это Эйвед и Нерц. Вот вдвоем по 24 уже бахнули. А тут флессон занимает мидл. Не получилось никого через смок нашить. А вот флешечки хорошие. А под флешечки-то будут что-то делать, ребята, из команды Энс? Нет, не будут. Просто постояли, просто дэмэдж впитали и решили отойти. Боден Мастер на приемке. Без флешки сюда как будто заходить не стоит. Команде Энс и Ладос. А они идут, да? А я думал, мне послышно сначала, Алексей. Ну, просто слышно, как вы называете Энс. Ну что, Боден после первого мисса попадает по ноге. И также роняет Нерца. Твист на помощь своего снайпера закрывает Мадена. Атака под точку А от команды Энс заканчивается тем, что они теряют бойцов. Дыха пытается пройти вперед. Сан-Поёк всё ловит. На попытке Твиста нит поддать поставить бомбу. Видим мы, что Робин также пробирает пончики. Снапи делает очень агрессивное действие. Темпли наказывает своего оппонента. Твисту прилетает Молик в ноги. И Энс пока что без шансов выигрывают 3 в 5. Ой-ой-ой. Хотя казалось. По сути, там кто-то должен был всё равно эту территорию просматривать. Потому что это в любом случае огромная угроза. Но это, конечно же, оставим на анализ и разбор команды Альянс после. Ну что, здесь есть активная попытка под дугой от Робина, который наказывает Сан-Поёс. Также падает Снапи от Эвида в кейве. И сейчас опять в меньшинстве команда Энс. Но плохая экономика у игроков команды Альянс. И размен. Дыха убивает двоих. Падает Маден и Дыха на дуге. Остается Нерц 1-3. Пускает он Бодена внутрь дуги. Падает вариант игроки команды Альянс. Один в один остается Твист. И теперь проблемы уже у Альянса. Достаточно большие. Успеет ли здесь Нерц поставить бомбу и не дать по себе много информации? Смотри, Твист отходит назад. И сейчас у Нерца будет очень хороший момент для того, чтобы разыграть этот раунд. Потому что у Твиста МП-9. Твист. Чекает Киев. Пока никого не замечает. Дергает бомбу. Нерц. До конца. Это ГГ. ГГ. Ну, молодец. О, это один в один был проигран. Ну, там прям ему очень хорошо повезло. А вот здесь он уже показал чудеса стрельбы. Роняет он Робина, но Плессен переигрывает с Венпояса. Это два ВП для команды Альянса. Что по экономике? Ну, кстати, по экономике у Альянса все хорошо. Даже если этот проиграют раунд, там еще будут деньги. Но, понятное дело, лучше с этим делом не заигрываться. Я имею в виду с проигрышами. Как там дальше пойдет, посмотрим. Боден Мастер в пончике. Просматривает игроков, которые могут в теории заходить либо в пончик, либо проходить в окно. Либо просто занимать миддл. Пока остановились. Пока стоят. Пока ждут. Собирают информацию. Эйвит. Тот самый Эйвит, который уже настрелял 26. Как я понимаю, не собирается останавливаться. Дыха есть. Минус по Эйвиту. Плессон на размене по дыхе. Ситуация 3 в 3. И все еще. Неплохо Плессон. Отличная стрельба от него. Нерс дожидается твиста. Падает у нас твист. 7.22. У Робина. Хотел до этого отметить. Сам себя закрыл. Закрывает себя Плессона. Посмотри. Он дождется. Еще и перестреляет. Он увидел его. Он увидел. Как будто бы... Там в спину. А Боден спалился. Там еще и пачка валяется. Смотри, что Маден делает. О, какие кошки-мышки. Просто происходит у нас на экране. Сейчас непонятно, Плессон, подставится ли под своего оппонента. Маден начинает топать. Отличная стрельба. Нерс остается. 1.2. И пытается Плессон убить без ума. Не в пользу. Белая буква А. Но, возможно, сравняются. И, кстати говоря, если сравняются, посмотри, экономика-то не у всех есть. И это может стать проблемой, как мне кажется, для Энс. Но давай смотреть. Еще никто пока не сравнялся. Пока еще у нас еще 13-14. Сам Пиас промахивается по одному из игроков, которые стоят под Б-базой. Маден начинает проходить через рампу. Чекает темную. Чекает тупую. И тут есть Эйвит, который сегодня просто невероятен. Есть фраг от него. Дыха на размене. Плессон падает. Ситуация 4-4. Дыха начинает нашивать смог, пока не попадает. Нерс в это время мутится через мидл. В надежде... Ой-ой-ой. Подгорел какой-нибудь удач, что он все равно пошел. А Нерс дожидается здесь твиста. И это, конечно же, проблемки. Потому что ситуация превратилась 4 в 1. Ну, индивидуальное исполнение игроков команды Энс на высоте. И они в сложнейшей ситуации переворачивают раунд для... Ну, если бы я был анимешником, я бы сказал. Да, его зовут Курама. Ну, это ладно. Ну, что? Кураж. Почти. 29-й раунд. А в 29-м раунде мы видим, что команда Энс дает плотного разгона по точку А. Забегают они просто очень-очень темпово получают точку А. У команды Альянс как раз. И не лучшим образом выглядят ганы снайпи. Очень рискует. Выходит он из темпла обратно. Здесь его прикрывает. Надежный снайпер, хотел я сказать. Но он падает. Но дыха и снайпи. Закрывает темпл. Ретейк 2-3. Снайпи! А он опять побежал. Да он просто ненасытный. Слушай, Эйвит этот, это, конечно, да. Это прям молодец. 28 он стрельнул, но какой от этого толкосли твоя девушка плачет. Боден мастер! Скажу. Ну что, начинается у нас противостояние на второй карте. Команд Альянс и команд Энс. И мы сейчас увидим пистолетный раунд, в котором у команды Альянс один набор. А именно смок флешка. Также есть дуал береты. А вот у команды Энс полный набор. А я знаю, что они будут делать. А знаешь, что это? Да, рассказывай. Это знаменитый 5 мидл разгон. А, нет. Это В, извините. Я просто не увидел на радар. Они такие же гранаты кидают и мидл пятером бегут. Ну что, СанПиас убивает Лессона. Обсервер нам не показывает этот чудесный хайлайт, но СанПиас сносит трех оппонентов под точкой В. Дыха падает также под точкой В. Но пока что сложный ретейк. Четвертый. Я думаю, если сейчас СанПиас сделает эйс, а вот в предыдущем Вертиго, наверное, на одном тоже пятерых убил. Ой, 7 на Альянс, 1.08 на Энс от Пари. Бонорочек в описании под трансляцией. Про стопроцентный кэшбэк акции. Не забывайте. Читайте внимательно условия. И возвращайте 100% кэшбэком со ставки. А мы продолжаем. У нас здесь пятером игроки команды Альянс с юспами. Сложно будет, конечно, с ними что-то сделать. Хотя мы недавно видели такую команду, которая с юспами выиграла раунд. Но не в этой ситуации. Да, не в этой ситуации. Там у нас играют параллельно команды по ревижн против Немига. И там по ревижн выиграли раунд на юспах. Там у нас вся комната просто кричала. И Павел в том числе. Да, было дело. Ну что, у нас в копилочку команды Альянс уходит второй раунд. И сейчас мы уже увидим полный бай. И пока что можно сказать, что в команде... ...появится от Вандерлога. Активировать его нужно в своем парипасе. И активировать его нужно быстро. Потому что всего 100 активаций. Как говорится, кто успел, тот и съел. А у нас третий раунд. И в этом третьем раунде есть полноценный бай от Альянс. И видим мы, что они играют от Б. 4Б старт у них, 2 мидл, 2 токсик. Но видим мы, что игроки команды Альянс очень активно играют. Как раз таки по точке А начинают. Они уже стремительный заход. И здесь Авид один на точке сносит. Он с двух. Санпайлса также сносит Мадена. Но не будет пока что у него возможности сразу же убить Нердса. Но он на вертушке снапе дает минус 60. Да как? Слушай, а он только с этим фармганом. Последние раунды еще, если мы берем Эншент. Последние раунды он только с ним бегал и убивал. И вот сейчас мы берем. У него просто залетает с этого фармгана невероятно. Жесть какая-то. Очень много он сделал на самом деле для своей команды в этом раунде. И как будто бы Альянс его не нужно подводить. Нужно дожать все это дело. Твист идет в спину. Дочекают ли этого паренька. Но он сейчас кинет смачок. И его дочекают по-любому. Он его еще и не санул. Но флешка от Бодена помогает своему напарнику убить Нердса. Дыха на размене. Остается снапе 1-2. Киты там есть? Нет китов. Скорее всего это сейв. А, есть киты. Капитана Команды Энц. Ну, опасно, опасно. Но Альдумана от бласта. Поэтому с этим пока ничего не поделать. Этот турнир будет продолжаться. Как раз таки на этой версии. Вот такой смак должен был быть. Слушай, ну Эйвит, конечно, монстр какой-то. Просто жесть. Да, демон, я бы сказал. Если бы не он и его фармган, то вряд ли получилось бы у Альянс забрать. Во-первых, потому что он там один напорник был. Его убивают, пачку ставят, все. И у них там был бы вопрос идти на ретейк и терять все девайсы. Или нет. Самое страшное, что он еще с вертушки снаппи дал по голове. То есть, в целом, первые два были достаточно законные. Третий был вообще максимально незаконный. Угласно, очень, очень дерзкая агрессия заканчивается тем, что он падает в токсике. Маден пытается сразу же на тишину сыграть. Падает. Просто он его с двух смывает. Ну что, равенство. Но у Дэхи 12 хп, он РЦ 44. Интересные дела. Проблемки могут быть в очередном раунде для Альянс. Мы уже с вами поняли, что Альянс легких путей-то не ищет. Эвид просматривает на снэпи. И снэпи вообще моментально должен падать, если он так же будет стрелять, как и до этого. Флешки отвернулся. И до свидания, Эвид. Летит он с 51 этажа. Это будет больно. Хае по Робину. Здесь Буденмастер снова в спине. Дочекает ли кто-то спину? Вот всем вопрос. Нет, Санпая смотрит. Теперь же информация есть. Ой-ой-ой, чуть-чуть там не хватает дострелять. Санпая все-таки делает минус по Буденмастеру. И это сейф от команды Альянс. Это 3-1, друзья. Очень важный раунд. Энс для себя выигрывает. Понятно, что каждый он важный. Но здесь очень, я думаю, им принципиально важно оторваться от своего оппонента. Потому что есть все равно небольшая пропасть в классе команд. И всегда удобно закрывать игры, когда у тебя есть какая-либо положительная дистанция. Ну что, 3-1. Энс впереди. В пятом мы уже увидим, скорее всего. О, смогут ли. Тут Алексей очень интересный стрим открыл, я смотрю. Давай. Окей. Но мы ждем. А ждут ли у нас Альянс с того, что команда Энс очень активно начнет разыгрывать мидл? По виду нет, потому что Плессон падает от Нерца. И сейчас есть контроль в миде. Видимо, что остальное звено команды Энс все-таки находится не близко к точке Б. Потому что с мидом можно сделать удобно как раз-таки зажим на эту точку. Но видим мы, что они медленно, но верно, перемещаются у нас... Оп. Не удалось. Под точку Б. И заканчивать они будут раунд уже конкретно в этом крае. Где находится у нас М-ка? Далеко. Далеко. А у нас там выход пошел под Б-базу. Полетели смоки, полетели молики, флешки. Прошли безнаказанно, можно сказать. Пачка будет установлена. А здесь у нас вот так вот Твист попытается сейчас через буст действовать. Получится у него это сделать? Нет, не получается. И вынуждены в очередной раз Alliance уходить со своих позиций и сейвить свои девайсы. Да, вон пишут, что SL Challenger идет на CS2. Ну, увидим мы, конечно, его, наверное, чуть позже. Но не суть. Потому что здесь мы видим, что не дают у нас Alliance засейвить ган своему оппоненту. Но пока что удается Alliance как раз-таки два гана унести. Падает также Дыха в лифтах. И это два гана для команды Alliance. Будет, скорее всего, снайперская винтовка для мистера Бодена. И следующий раунд уже будет... Ну, против нуля так еще лучше, да? Потому что ни одной карты не получилось у Alliance выиграть. Но то, что они практиковали эту карту, это 100%. Ну, по-любому. Да, поэтому что на ней нужно делать именно им, они понимают и они знают. Вот как это реализовывать, это уже другой момент. Вот как выиграть, это уже другой момент. Да, здесь уже посложнее будет. Посмотри, там Боденмастер сейчас будет готов, если что, на разменчик идти. А он просто вот так вот выходит и Мадена закрывает. Эти фармганы, которые просто не дают жить Энс, они их ненавидят уже, мне кажется. Да, действительно, очень много фрагов было за это противостояние конкретно с пистолетов-пулеметов. Но пока что, я думаю, это не основная проблема у команды Энс. Потому что основная их проблема, что они в меньшинстве. И как же они будут двигаться сейчас, пока не ясно. Собираются они под рампой вместе. Будут, возможно, медленно, ползком, заходить под точку А. А здесь трое игроков команды Альянса, именно Робин, Боден и Авид. И, видимо, что Авид перемещается. Я так начал говорить, Робин, Бобин, я думаю, ничего себе, там пошло дело уже. Так, ну что, 45 секунд. Нужно идти, нужно двигаться. И двигаются ребята под точку А. Все, как было сказано до этого. Боденмастер ждет, Боденмастер смотрит. Получится ли у него что-то сделать против Санпояса. Нет, тут вонтап или ничего, как говорится. Санпояс находит еще один фраг. Дыхание падает от миста. А тут монстр, которого нужно пройти, но его проходят. И Плессон уходит, наверное, на сейв. Хотелось бы, потому что действовать 1 в 3 как будто бы проблемно для него. Но можно попробовать выбить какие-то девайсы. Держать в напряжении экономику команды Альянс. Точнее, Энс. Но как будто не пойдет. Как будто бы не должен. Но пока не ясно. Здесь он находится в такой ситуации, что он может сделать тот самый Ниндзи Дефьюз. Может. А когда они делали? А это ФПЛ парень, который сыграл тысячи миллионов пагов. Кой вот уже у нас показывает значок, либо что это, сживательная резинка, либо ластик. Не знаю, что. На экране у вас еще фрибет. 3000 рублей по промокоду BLAST для новых пользователей. Это парень. Баннер в описании под трансляцией. Но тут что-то пострелялись как-то под рукавом. И ничего дальше не произошло. Снайпе просел до 59. И на этом все. Попытка контроля рампы закончилась для Ниндзи тем, что Снайпе потерял ХП. Но он вытянул очень много ресурса. Видимо, что перебив идет от команды Ниндзи. Хотел я сказать, но это были Эльянс на рампе. 2 в 2 размен. В меньшинстве у нас никто не остается. У Снайпе по-прежнему 60 ХП. Ну и сейчас, я думаю, что очень выгодная ситуация для Дыхи, который будет пытаться получать точку Б. Я думаю, что ему это удастся. Слышит он перетяжку 200. Будет ли это ключевым, мы увидим дальше. Санпеус перемещается под точку Б. У Санпеуса смог. Не флешка не сможет он Дыху запустить. Но я думаю, что распикать Санпеус тоже может эту позицию. Переигрывает он 300. Да, здесь не ждут Авида 16 на 9. Просто не играют игроки. И смотри, что происходит из-за этого. Садывается для команды Ниндзи на их пике. Снова проблема у Альянс с экономикой. А это значит, что? Что Авид покупает МП9. А вот это шансы есть на рамп. Есть, но он достаточно активно играет в желтый. Получает молик в ноги. Видимо, что Дыха сносит виста на Б. Ну, когда этот парень начинает уже играть настолько агрессивно. Кстати, вот Дыха, знаешь, он, может быть, не отличается сильной именно статистикой. Но у него очень много ключевых киллов. Он очень часто делает вообще геймчейнж какие-то мувы. В пятом не идет Плэстон 1.8, Робин 1.5. У Робина вообще, в принципе, по-моему, еще и игра не пошла, начиная с первой карты. Ну, он там чуть покуражился с АВП. И в целом я больше не помню. Но я помню, как он мимо трех прошел смог. И все. Так, сам пояс. Вот рисково, очень рисково здесь было. Но все-таки ушел. Робин не смог его перестрелять. И по итогу Хаешешка, кстати, хорошее залетает от него. Минус 34, минус 24. И на данный момент по ХП преимущество у команды Альянс. Но нужно еще и по живой силе сделать преимущество. Да и по раундам желательно. Потому что если сейчас не включиться, не начать забирать раунды, то, конечно же, мы с вами посмотрим очень быстрое вертига. И вряд ли каким-то образом тут можно надеяться на долгую игру. Мне почему-то кажется, что ее здесь не будет. Пока что действительно к этому все и идет. Видим мы, что команда Альянс перемещается по точку Б. Пока Альянс проверяют мидл. И, возможно, сейчас Твист попадет в очень сложную ситуацию. Выкатывает он смог за искру. Поможет ли он ему, пока не ясно. Потому что летят флешки. Твист пытается за искру и отыгрывать. Робин подходит. Стоит он, кстати, открыто на все флешки. Пытается закрыть перед собой. И он сотку падает. Тон отдыхи, но Твист по-прежнему удерживает контрольную точку. Убивает Плесс. Двоих в ряд. И также мистер Твист ему в этом помогает. Санпиас на размене. Снапи остается 1-3. И это второй для команды Альянс. Как-то очень много Плессну позволили в этом раунде сделать ребята из команды Альянс. Смаки неудобные. Там есть деньги. Там нет денег только у Мадена. Но там, если что, Санпиас может дропнуть, например, Нерд. Кстати, Санпиас не стал покупать снайперскую винтовку. Говорит, ребят, я побегать хочу. Наверное, авик брать не буду. Сейчас без авика. А вот Боденмастер с АВП. Уже распекать попытался рампу. Но на рампе был смог. Остался он здесь без фрага, без информации. Но, понятное дело, что было слышно, как забегали. На ту самую рампу. Маден уже ждет. Неужели не кинут молик? Уже не кинут. Все. Но это какой-то ужас. Бам. А как же так? Это же команда Альянс. 87% финрейт. При заходе на рампу кидается молик не цемент. Ну, просто в рамках дефолта подумали, что не будет. И решили не кидать. Их за это наказали. Бывает. А будет ли сейчас возможность Бодна убить Снапи и простреливать дыха? Также после попытки своего капитана Аргид. Авид. Аргид. Это финский игрок, извините. Авид падает от Снапи. Робин на размене дыха ловит. Смог у нас с Плессиной. И 2 в 2. Остаются игроки команд. И сейчас, я думаю, что проблемы будут однозначно у Альянса. Ситуация была 3 в 5. В начале этого раунда для команды Энс вынуждены. Они были разыгрывать это все в меньшинстве. Но сейчас этого меньшинства уже нет. Паритет по выжившим. 2-2. Дуо на дуом. Робин и Твист против Нерца и Дыхи. Ну и сейчас мы с вами узнаем, кто же все-таки выиграет. И кто же все-таки окажется сильнее. Ну и кто проиграет соответственно. Дыха. Очень хороший раунд уже провел. Прострелом одного, другого через Смог. И возможно сейчас получится еще кого-то забрать. Нерд. А видит что? Он не видит. Не видит он, да. И палится он. И теперь Дыха один. И теперь ему сложно. Подсадочка. Дыха. Дыха. Не получается. Кусает бомбу. Десяти хиповый кусает бомбу. А почему лох и повый сел? Я не знаю, Алексей. Возможно у Робина не было китов. Он успел. Успел, да. Но это было максимально нервно. Вставать там немножечко дыха. Но опять же тоже ситуация сложная. Ну да. Каким-то образом там мансовать потом. Но тянуть время однозначно было лучше. Маден убивает Бодена на рампе под Смоком. Хватит их через Смог убивать. Ну там у него вроде был все-таки обзор. Но это закончилось максимально печально для Альянс. Потому что они теряют своего снайпера. Плессона попытка здесь удержать миддл. И он чудом просто избегает снайперскую винтовку команды Альянс. Дыха падает от Плессона. Ну что. Игра потихоньку по инициативе выравнивается. Маден получает точку А через рукав. И сейчас он возможно заметит, что игроки команды Альянс играют в отдачу. О нет, Маден. О нет. А он не убивает. Ой-ой-ой. Так он закрывает. Отходит. У него вообще все хорошо. Там еще и молик откинул. А вот Твиста дочитают или нет. Вот в чем вопрос власть открывается. Не получается. Он перестреляет. Идет Твиста. Они уже читают эту перетяжку на самом деле. Там она третья. Есть ли у нас бай команды Альянс? Он возможно был бы, если бы они закупились. Но решили они сделать 2к бай. Купили они парочку деглов. Есть у них хаешка флешка смок. Возможно сейчас они будут делать какое-то глухое укрепление. Но пока что это не ясно. Закрывают они общим смоком рампу. И не дают обзор команде Энс. Видим мы, что Плессон проходит в ладер под флеш. И сейчас команда Энс начинает ползти под рампу в пятером. Кто-то отвечает за спину. Да, Нерд смотрит в спину. Проблем не будет. Маден идет за экраном у Авида. Он пропускает первого. Видит он поюс. И успевает убить только одного оппонента. Ну что, бомба установлена. Это девятый для команды Энс. И у команды Альянс однозначно уже нешуточные проблемы присутствуют. Да, здесь уже и девятый. А сколько еще возьмут до конца первой половины? Могут так разгуляться и до двенадцатого, если Альянс не включится. А если не включится, то, конечно же, ни о каком возвращении уже и нет смысла говорить. Потому что сложновато с этой тройкой оставаться. Нужна, наверное, какая-нибудь минимум шестерочка, да? При смене сторон. Ну вот, чтобы прям максимально хорошо было. Также есть парипас, про который вы обязательно помните всегда. Потому что можете зарабатывать парикоины и обменивать их на скины в Counter-Strike и в доте. Батар находится в описании под трансляцией. Переходите. 9-3. Тринадцатый раунд. Здесь у нас Боденмастер находит уже Маданапет. Падает первый игрок. И ситуация 5-4. Меньшинство разыгрывает для себя Альянс. Есть хаешка по Бодену, которая... Вернее, она была по твисту, Плессон репикает просто. Токсик сносит дыху. Меньшинство теперь в подавляющем остается у нас Альянс. Втроем они сейчас живы. Начинают они потихоньку прогревать точку Б. Плессон прогорает на 40. И он переигрывает Снайпи. Ну что? 2 в 5 для Альянс. И я думаю, что это потенциально четвертый для игроков команды защиты. Слушай, ну как мы и говорили, если какая-нибудь шестерка, то хотя бы так, да, для интриги. Но, опять же, если получится. А вот если не получится, конечно, будет грустно. Ну и, наверное, вот самый однокалиточный контрстрайк, который кто-то любит, кто-то нет. Наверное, любят, когда на команду зальют. Когда они по ту сторону этой одной калитрии. Когда ставочка на команду стоит. И ты такой, бэмс туда быстренько. И все. Все закончилось. Идем в следующий матч смотреть. Но пока еще ничего не закончилось. Пока у нас еще встреча продолжается. Да, разрыв большой. Да, разрыв по уровню тоже гигантский. О, там Буденмастер. Посмотри, простреливает. Ой, ну тут этот парень, он просто не контрится. Конечно, он не знает информацию, но он перестреливает еще одного. Он на спину не ждет. Это сам пояс. Да, он не ждет спину, но хватит уже. Он понял. Ага, вот так ты играешь. Так он разорвет Плессона. Это же он. Нет, ну решил все-таки поменять позицию. И здесь, конечно же, Плессон смог его настигнуть. Ну, блин, огромные шансы. Здесь у сам пояса было выиграть. Это 1 в 4. Ну, браво. Слушай, ну сколько. Хватит на него. И он с ним. Он с ним. Авито и МП-9 неразлучные. И сейчас будут пытаться в очередной раз показать нам что-то. Хотя давненько не было видно его. Ну, пока, да. Как-то вот в начале этого противостояния было видно Авито. Теперь уже на вида не вида. Вида-вида. О, а... Вида-вида и валокал. Вот это вот. Почти. Плессон. Будем? А вот тебе и один. Оф! Есть хороший шот от Бодена. Большая вероятность была у него то, что он сможет мясануть. Ну, на самом деле. Потому что тяжелый шот был. Но он с этим справился. Видимо, что Дыха в очередной раз просто как косточка в горле находится максимально близко к подступу к точке Б. И, возможно, сейчас мы увидим Б стяжку от команды НС. Кстати, у команды НС-то особо тоже финансы поют романцы. Сложная дуэль сейчас будет у Твиста, где он не ждет Дыху в такой позиции. В этот раз Боден переигрывает с НПС под точкой А как раз-таки с этого буста. Но бомба установлена под точкой Б. И это, к сожалению, для него никак не повлияет, скорее всего, на исход в раунде. Ну и все. Десятый, скорее всего, для команды НС. А это уже проблемки. Но уходят они на сейв, как я понимаю, потому что с А Боден вообще никуда не смещается. Выбить какие-то девайсы? Ну да, хоть как-то экономику дестабилизировать. Попытаться хотя бы. Потому что там неплохое количество денег. У Нердса, у Мадена, там Санпоясу сейчас закинет еще за этот раунд. В общем, там все неплохо. Поэтому выбить девайсы было бы очень и очень недурственно. Но десятый. Ну что, последний раунд первой половины. На второй карте противостояния Альянс-Энс заканчивается тем, что все шансы есть на то, чтобы Энс получили для себя одиннадцатый. Очень агрессивные действия от Робина. Падает он за смок. Пытается он сразу же найти своего оппонента, но Мадена шивает его в смок. Находится у нас за мешками. И Боден, но Авид помогает своему напарнику убить Сенпояса. Снапи на размене начинают загонять здесь Энс игроков команды Альянс под точкой А. Видимо, что Маден подошел максимально близко. И убил Бодена. Маден перестрелял, да. Там, мне кажется, он так открылся, что там не видно даже было Бодену. Он, скорее всего, вот так подошел и сказал, о, привет. Сел такой, встал-то, и голова на пол этого прицела. Вот тебе и привет. Это, скорее всего, одиннадцатый, потому что Плессон последний. И если он не делает какого-то чуда здесь, то сами прекрасно понимаете, как это все дело закончится. Есть первый фраг. Это был Нердс. Идет дальше смещение. Вот такой вот молик на цемент. В ответ получает тот... Так, 4.11, друзья, полетели смотреть пистолетный раунд. Альянс в атаке, Энс защищаются. И если хотите вернуться, то возвращаться нужно прямо сейчас. Укрепление в миде для команды Энс. И мы видим, что они максимально оптимально играют против команды Альянс в этой ситуации. Но это укрепление падает. Авид и Боден, также Плессон, и еще раз Авид закрывают полностью все укрепление под мидом. И остается 1 в 5 у нас Снапи. И я думаю, что будет он пытаться с этого знаменитого своего по 2000 заковырять хоть кого-то из игроков команды Альянс. Падает Плессон. Но я думаю, что здесь без интриги закончится все это происшествие. Все-таки форс. Все-таки форс. Есть два фармгана, есть два деглая, один 5-7. По гранаткам не густам. Два смока, одна осколочная. На этом все. Все. Кстати, по арморам печаль беда, на самом деле. А, ну не у всех. Только у Санпояса. Он оставил для того, чтобы Алик был на первом бае. Ну и посмотрим, каким образом сложится этот форс. Ведь форс-то тоже могут забрать. Когда они забирали, правильно? Правильно. Конечно. Бывало даже, Алексей, у нас с тобой и форс-форс на форс-форс-форс-форс-форс-форс-форс-форс-форс. Именно так. Именно так было у нас по пять штук. Этому не понять. Этому не ясно. Но вот проблемки, конечно, начинаются в начале этого раунда. Потому что у Снэпи уже 11% здоровья. Нерц находит Бодена. Тыфу находит Авида. Плассу на размене. Нерц еще один. Твист снова здесь. И эта ситуация... Да. Прям вот эмоции. Это круто. Промокод в чате сейчас появится от Вандерлога. В парипас своем его активируйте. И не упускайте возможности этой. Потому что 100 активаций только лишь есть. Самые быстрые, самые шустрые активируют. 12-5. Форс от команды Энс все-таки мы с вами увидели. Причем интересный. Такой какой-то, знаешь... Где-то все по одному нашли как будто бы. В своих позициях реализовали свои ганы. И это позволило сейчас уже команде Энс. Купить Эмки, например, две. Один Галиль появился у Дыхи, который трофейный. Ну и Мадан здесь пропрыгивает на рампе. Дает информацию. И после этого начинает отходить. Кстати говоря, его отсюда выкуривать никто не будет. С цемента. Но начало раунда не очень хорошее. Мадан будет ждать. Твиста 32. Лессон 24. Робин 66. Смачок. Полетел на рампу. Мадан все еще в позиции. Мадан открывается. Есть минус по твисту. Падает первый игрок атаки. Дальше заход будет продолжаться. Но Мадан все еще в позиции. Никуда он не уходит. Позицию свою палит. Никто его выкуривать не собирается. На помощь приходит Санпаяс. А молика нету. Выкуривать очень сложно здесь своего оппонента на мешках. И вынуждены сейчас игроки команды Альянс. С учетом того, что у них оппонент находится на мешках заходить по точку А. Видим мы, что здесь у нас есть Санпаяс. Также Нердс. И в целом они со своей задачей справляют. Быть определенные проблемки. Ну, мы сейчас с вами посмотрим на экономический. Да, там уже после этого. Будем с вами смотреть бай. Но там с 14.5 уже не то, что ошибаться нельзя. Там надо просто раунд за раундом брать. Возвращаться на 14.14. И вот это вот все. Ну, как мы с вами привыкли. Как мы с вами знаем. Полетели. Ну, тут полная эко, Алексей. Уже Снапи прям в мост кидает Альянсом. Смог прям в голову. И сейчас я думаю, что они будут пытаться выиграть для себя хоть какой-то ган. Потому что у них по две тысячи на руках. И у них однозначно присутствуют очень масштабные проблемы, которым им нужно бороться, не ошибаясь. Да, представь, это нужно сейчас 5.14. И нужно просто 10 раз подряд не ошибиться. Все сделать красиво. И это ты только до допов доползешь. Грустная ситуация. Ситуация печальная, но не у Снапи. Хотя нет. Как будто в этой ситуации мог побольше сделать. Но накоцал очень сильно. Двух игроков. Одного перестрелял. Девайс заберут. Но под базу А не идут. Вот решили развернуться. Вернуться на мидл. И через мидл попробовать продавить, может быть, базу Бен. Хотя там на миду Нерд стоит. Который вряд ли им вообще позволит каким-то образом здесь фривольничать. Должен перестреливать нескольких игроков. Побежали они. Дают информацию. Первый есть. Второй есть. Третий. Выходить на выгодное для них направление. Но это, конечно, не мне решать. Но, с другой стороны, по виду, по расстановке, вроде бы, как так и происходит. А вид будет сейчас пытаться противостоять игрокам на рампе. Выкатили вроде как уже первого анвей. Нет, еще ни одного смока не кинули. Видим мы, что Снаппи в очередной раз очень активно играет под этой территорией. Выкатывает он Молик направо. И Нердс убивает Блессена, убивает Бодена. Контроль карты окончен, Алексей. Грустно. Твист, Авет и Робин. Втроем против пятерки. Каким-то образом нужно раскрутиться, что-то придумать. И попытаться найти хотя бы первые два минуса. Сделать паритет. И уже после этого каким-то образом действовать. Но не знаю. Очень много но в этой схеме. И, возможно, эта схема не сработает. Авет начинает мутиться. Слышно перемещение. Хаешечка улетела за него. Не страшно. Снаппи хорошая позиция. На самом деле нужно ее реализовывать. Авет падает. И это уже 5 в 2. Твист и Робин вдвоем. Куда идти? Куда податься? Кто-нибудь помогите и спасите. 15-й, скорее всего, да? Да. Это 15-й. 15-5. 10 матчпоинтов. Нельзя ошибаться. Когда ошибаться нельзя, обычно ошибки сами лезут. Да. Очень редко такую дистанцию можно выдать за атаку. Очень редко вообще бывают камбэки за атаку конкретно. Такие что? С мертвого счета прям. Поэтому обычно знаешь, как это всегда бывает? Вот там 12-4, например, счет. Какое-нибудь 12-9 и все. И тебе вот два раза не повезло, ты проиграл моментальный. Все, вы по дымам расходитесь. Обычно вот так. За защиту камбэчить обычно мы видим, что денежков-то совсем нет. С экономикой проблемы. Да. Но фармганы есть. А если есть фармганы, значит, есть надежда. Ну, уже как-то это не работает. Ну, давай сейчас посмотрим, сработает это или нет. Все равно Авет все в стабе, кстати. Ну, да. Свои 13 наковырял. На первой карте 28. Здесь 13. Уже за 2-40. Один. На секундочку. Бам. До свидания. До свидания. Мы, говорят, еще не заканчиваем. Подождите. Максимум на раунд. Может, на два. А может, и камбэк. Все может быть. Мадан. Есть фраг. Три в четыре ситуация. Сегодня, кстати говоря, три раза, если я не ошибаюсь. Нет, один раз точно. Три в пять слили. Два раза точно было. Именно Альянс? Да. Один раз точно было. Бэмс. Дуча. Дуча. Конечно же, Дыха убивает Твиста. Робин на размене. Видимо, что Мадан сейчас увидит двух оппонентов перед лицом. Убьет ли он второго, пока не ясно. Немножко... Ну, извините меня за выражение. Не зафонился. По-другому здесь это не скажешь. Потому что на свече ловит его на обратном Боден. И сейчас будут заходить игроки команды Альянс под точку А. И здесь видно, что Сан Пайс не успевает быстро и выгодно зайти в эту перетяжку. Также падает еще один Смок. И Сан Пайс убивает Бодена. Один в один против Плессона. У Плессона Дигл. Ну, шансы есть. Смока нет на бомбу. И я думаю, что может здесь как-то затанцевать. Здесь Плессон все это... Каждого? Да. В целом хватит. Ну, надо крутилку прям включать. Как вы... А мы это осуждаем. Ну, конечно. Мы регулярно в это попадаем. Ну, кстати, Байчик-то посильнее, чем в предыдущем раунде у команды А. Альянс. Раунд выиграли. Пачку ставили. Да, вчетвером погибли. Но в любом случае смогли докупить девайсы. Появляются два АК засейвленная. МК Фармган для Авида. Ему больше ничего не надо. И Галиль. А вот он красавчик. А вот он родной. Ну, кстати, в этой ситуации как будто вообще должен был умирать. Но он не умирает, Нердс. Есть минус по твисту ситуация. 4 в 5. А тут Плессон. Здравствуйте. Получите и распишитесь. И уже ситуация становится 3 в 4. Позицию МИДа у нас пропустили. Ребята. Маден. Маден замечает Плессона. Плессон отдается просто так. Как будто бы фришный килл для Мадена абсолютно. И 3 в 3 нужно пробовать. Уже ни о каком сейве, наверное, речи не идет. Действительно не идет. Ну что? Как и просили. Как говорится, как и заказывали. Ну что? Маден идет на этот ретейк. Здесь он встретится с Боденом за Б3. Видел он руку из Сан-Паэс. Помогает своему напарнику. Также есть флешка еще раз на кросс для Авида. И мы видим, что у Робина нет обзора на бомбу. Будет ли он простреливать? Пока не ясно. Он не понял, что бомбу снимают. А бомбу, Алексей, сняли. На камеру? Ну что, я не знаю.